Вы на канале Замечтательная жизнь. Меня зовут Елена. Сегодня я хочу приготовить чипсы из лаваша. Все делают из картофеля, а я хочу чипсы попробовать сделать из лаваша. Этого я нигде не подглядывала, не видела. Вот мне что-то пришло на ум. Мы купили лаваш и он у нас почему-то пока никуда не ушел. И поэтому, вот например, у меня есть обычные, простые, вот он лаваш. Просто у меня муж порезал прямоугольничками вот такими. Высушили. Вот видите, давай ребенок попробуй. Не знаете, ел, не ел. Сложили сюда. Вот. У нас теплый пол. Мы раскладываем на какую-нибудь чистую поверхность, тряпочку или полотенышко. И вот у нас такие, они как картофельные, понимаете, тоже так же хрустят. Только они безвкусные. Что же хочу сделать я? Я хочу взять чесночок, выдавить его через чеснокодавилку, перемешать вместе с солью этот чеснок и промазать лаваш. А потом точно так же его разрезать на дольки, высушить, просушить и посмотреть, что же это будет. Так, вот натерла я чесночка, кладу туда соли, все это перемешиваю, тщательно перемешиваю, ничего, и выкладываю на лаваш. Но у меня тут несколько листов, поэтому мне надо как-то, а как мне его распределить? То есть, на чеснок еще будет тогда. Нет, у меня кисточки, конечно, надо бы кисточку, кто бы подарил. У меня дочка стоит, я ей намекаю так-то. Она мне особо не нужна. Все равно запах есть. Запах идет, стоит от чесночка, сами представляете. Может, я думаю, еще можно промазать, например, вареньем. Да, тоже тоненьким таким слоем. Вот, и получится сладкий чипсы, да. Вот тоже попробую и вам покажу. Это-то у меня премьера вот такого лаваша. Я такого еще не готовила. Так, дальше следующий слой кладем. Ровненько выкладываем его. Так, еще часть. И тоже я оно как бы размазываю, да, втираю, то есть, в этот лаваш, чтобы везде-везде попал чесночок. Ну, вы знаете, вот тот вкусный, да, Ксюш? Ты же, наверное, пробовала те чипсы. Так вот в охоточку раз-раз там сходишь, опять возьмешь. Какой-то перекус это получается. Ну, вот, а здесь, ну, вот, надо куда-то лаваш-то нам использовать. Мы его много покупаем, потому что часто делаем рулеты, сладкие. Так, вот, видите, да, размазюкала. И еще беру. Еще на один хватит. Так. У нас теплый пол, я как говорила, он греет, включен на 45 градусов. Ну, тут немножко получится. Ну, с той стороны они. А, они, да, пропитаются. Сейчас вот я их, видите, вместе. На 45 градусов, поэтому у нас, например, в бойлерной теплый пол вообще даже такой, очень даже теплый. Мы сушим сухари там на полу. Вот, и я разложу тоже на чистой простыне, ткани, да. Вот. Все, ну, даже, вон, видите, лоснится уже. То есть я хватило даже промазать везде. Так, ну и чего? И разрезаем, да. Вот я сложу несколько раз. Потом, правда, разложить придется по, как говорится, и, да, и вот так нарезаю. Такими лепесточками у меня пойдет. Ну, а потом уж как раскладывать буду, я вам покажу, как будет это потом. Испробую. Все, да, что получится. Вот на квадратики. Ну, вот, видите, россыпью у меня тут получилось. Все вот такими квадратиками я нарезала. И сейчас я их разложу на сушку. Все, а в следующем видео я покажу, как они получились. И по вкусу, и попробую. Ну, вот я сейчас пробую, да, вот видите, чесночок. Вот, например, если кто любит пивко, то, мне кажется, вот если вот таким образом сделать, то это будет замилу души вместо чипсов. Во-первых, дешевле намного и гораздо получается. И нисколько не хуже. Тут и с чесночком, и с солью. Вот такая вещь, она высушит, высохнет. А высушивается у нас быстро. Вот, и получится очень вкусно. Но тут я вот, я люблю чипсы. И поэтому мне чем целененькое иногда хочется запихать. Погрызть что-то такое. Вместо сухариков, например. Ведь правильно мы же делаем сухарики? С хлебом. С хлеба, да. Черные. А тут просто вот из лаваша. Сухарики, они более жестче. А здесь они, ну вот такие хрустинки. Они же тоненькие, вот такие получаются. И вот прям хруст такой приятный. И они нигде не залипают. Ни в зубах, ничего. Не думайте, что это вот мука. И вот так вот оно получается. Нет, оно получается вот действительно, реально. Да? Вот эти вот, эти вот обычные. Они прямо вот, ну вот крошатся тут же, тут же. Прямо раскрашиваются. И вкусно. Вкусно. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok